Стамбул Стамбул Александр Горшков Номер 2, капитан команды Владислав Радимов Александр Спивак Александр Киржаков Андрей Аршавин Главный тренер Властимил Петер Желло Бешикташ В воротах Оскар Кордоба Вратарь сборной Колумбии 22-й номер Али Таун Доган 2-й номер Адем Дурсун 4-й Мустафа Доган Шестой. Чагдаш Атан. 58-й номер. Ибрахим Тораман. Седьмой. Окан Бюрюк. Капитан команды десятый. Сергей Ялчин. Кстати говоря, игрок сборной Турции. Причем игрок с комбинационными возможностями. Так называемый плеймейкер. 17-й. Ахмед Хасан. Это игрок сборной Египта. 19-й. Ибрахим Юзулмес. И 55-й. Ибрахим Акин. Тренер-француз Жан Тигана. Главный судья матча Кнут Кирхер из Германии. Рефери на линии. Вольфганд Вальц. Харри Эйнг. Все из Германии. Делегат УЕФА Арье Вольф. Итак, у микрофона Геннадий Орлов. И мы начали прямую трансляцию. Радимов отдал мяч назад защитникам. Зенит справа. Вы уже это поняли. В синей форме. В синебелой. Флагбарт. Заметен пока активен. Радимов. Неточный пас. Анюков на месте правого полузащитника. Владимир Боровичко. Слева, справа Николай Воробьев. Это помощники Властемила Петержела. Я просто вначале называю всех действующих лиц, чтобы войти в эту атмосферу. В атмосферу Зенита. Успеет Спивак? Нет, не успевает. Но защитник хорошо действует. Ушел мяч. Потеряли, потеряли мяч. Зенитовцы. Мустафа Даган. Это немец турецкого происхождения. Родился в Германии. Но вы знаете, что очень много турок проживает в Германии. Вот он там родился. И даже шесть лет назад сыграл несколько матчей за сборную. Два матча сыграл за сборную в Бундеслике. За Бундескоманду. Да, за Бундескоманду. Не за сборную. Конечно, не за сборную. Вот это опасный момент. Ибрахим Акиин. Полузащитник. Но теперь нам стало ясно, почему так много полузащитников. То есть, чем решил удивить Тигана. Когда Зенит играет четыре в линию, то есть все-таки коридоры между защитниками. Да и потом у Зенита как раз это слабое место. Умение подстраховывать. Ну, сейчас успеет Танюков. Догнал, подал. Так вот, в эти коридоры поочередно будут проникать полузащитники. Вот уже две попытки было сейчас у Дешекташа. Это, конечно, замысел тактический Тиганы. Нет, видите, в мяч сыграл. Кстати говоря, первый у мяча был Спивак. Защитник попал Спивака. Но немецкий арбитр не дал свисток. Флагбарт за спиной. Щентофальский покинул ворота. Просил пенальти сейчас. Просил пенальти. Ибрахим Акин. Вот эта игра в линии, она у Зенита получается порой вот именно в линии. А должна быть уступом. Кришина снарушал право. Нет, обошлось. Десятый номер. Это игрок сборной Турции. Отдал пас направо. Какой пас? Удар. Мяч отбивал сейчас Хагин. И как-то Кришина сейчас, не знаю даже по какой причине, но не пошел на мяч. То ли испугался, то ли побоялся штрафной атаковать соперника. И только Камил Чентофальский. Вот в той великолепной форме. 22-я минута. 0-0. Бешектальс. Зенит. Радимов. Атан направо. Тандоган. Хагин. Ох, какой пас. И мяч влетает в ворота. Да, точная разыгранная комбинация. А Кын. Открывает счет. Вот нам казалось, что Мариш сейчас догонит. Не даст пробить. Нет, опоздал. Трудно разобраться сразу, кто же виноват в этом. Но, во всяком случае, разыграли хорошо. Я говорил. Помните о том, что в эти коридоры, когда 4 в линию, есть разрывы между игроками. И вот, смотрите, как за спиной. Спивак вообще-то там остался. Так посмотрел, как за спину убежал. Спивак был индиферентен в этом эпизоде. Он первый, кто прозевал подключение из-за спины. 22-й номер. Али Тандоган. 1-0, Бешикташ впереди. Тандоган. И опять, может быть, опасно. Да, Бешикташ разыгрывает неплохо. Это Хасан сейчас. Ты играл в воздухе флаг Барта. Флаг Барта. Анюков. Доршков. Пас Анюкову. Нет, это не точно. Но с мячом Анюков. Штрафной. Сбили Анюкова. Конечно, был штрафной. Ну, надо найти выгоду из этого момента. Все-таки, Зенит уже такая команда, которая способна, даже имея один момент, отличиться. Кордоба волнуется. Ародимов у мяча. Штрафной Мариш, Горшков. Без свистка не бить. Еще раз просит сейчас немецкий судья. Вот обоих подозвал. Там идет борьба. Клод Кирхера. Его 196 сантиметров. Так что он все видит. Мне сверху видно. Все ты так и знай. Это про арбитра. Ну, а что увидел сейчас Радимов? Он у мяча. Пас. И мяч влетает в ворота. Александр Горшков. Молодцы. Здорово разыграли. Все-таки Влад увидел. Увидел хороший пас. И Горшков. Он умеет это делать. Сыграл на опережение. Точно послал мяч. Охладил страсти. И немножко, немножко. Водушевились болельщики Зенита. Которых немало увидели сейчас. Еще раз смотрим. Вот он маневр Горшкова. Ну и каков все-таки власть Радимов. Вот его красмейстерский пас. Великолепный гол. Красивый. Вот и стандарт. Я сказал, что Зенит уже команда такого класса способна. Способна выдавить, казалось бы, из ничего. Вот этот мяч. Ну а теперь должен заиграть. Вы знаете, кто Аршавин? Должен заиграть Андрей Аршавин. Мариш. Надо освободить ему фланг. Конечно. Удар. Правильно сделал Киржаков. Вот это всегда неожиданно для вратаря. Хотя мяч попал в руки Кордобе. Но это такие удары необходимы. Мариш. Рядом с пивак. Аршавин. Аршавин. Пока не получается. Пока не получается. Штрафной. Штрафной. Крижинов попал в ногу. Сергей недоволен. А Родимов говорит, ну что же так грубо. Ну, зацепил. Зацепил. Я не знаю, почему Игорь сейчас спорил. Еще раз, смотри. Ну, зацепил. Хотя, может, и не зацепил. Вы знаете. Вот как, если тогда Сергей, это актер великолепный. Так, сымитировал. 38-я минута. Надо закрыть вот этот угол. Да, левый сейчас, как хорошо, камера показывает. Из-за ворот. Горшков крайний. Он даже должен стоять немножко за штангу. Как бы заходить за штангу. Пять зенитовцев в стенке. Сергей. И мяч попадает в перекладину. Здорово пробил. Опазал Чинтофальский. Да, второй раз штанга. Аплодисменты за такой удар. Вроде бы и не забил, а как здорово, а. Красивый удар. Сергей. Капитан команды. Хагин. Флагбарт. Горшков. Анюков. Сергей. Задел его Хагин, задел. Травной. Да, задел. Но, к счастью, без карточки. У Хагина есть уже одна желтая, но не в сегодняшнем матче. И опять Сергея Номича. Неужели с этой позиции будет пробивать левой ногой? Пас дает. Крыжинац. Мяч попал в перекладину. Третья штанга. Хорошо спевал, сейчас выиграл мяч. Аршавин. Хагин. Надо бежать. Кержаков, вон куда галкипер вылетел. Удар. Чем-то Фальский ловит мяч. Акын. Вот этот Ибрахин Акын, именно он и забил. В первом тайме. Подача углового. Крыжинац выбивает мяч. Аут. Акын с мячом. Молодец, Хагин. Молодец. Ох, как продолжается атака. Я уж думал, все мяч у зенитовцев. Нет, но там хорошо очень сыграл. Очень хорошо сыграл. Эрик Хагин. А это пас спеваку. Спевак подходит штрафной. Пас направо надо отдать. Кержаков, удар. Ай-яй-яй. Но надо было как-то спеваку пораньше отдать. Там Кержаков так готовился. Все-таки далековато. Он туда направо получился мяч. Ну и вратарь. Кордоба. Конечно, Кордоба. Аплодисменты вратарю. Спас. Вот это. Зенитовский сейчас. Козырь. Вот это игра на контратаках. Кержаков способен убежать. Крижинас неожиданно упал. Хагин проиграл. А Мариш подстраховал. Это Айлтон. Угловой удар. Третий. Кстати, Мариш настолько обрадовался, что выбил мяч. Вообще он мог догнать этот мяч. Вот посмотрите. Вот здесь он просто отключился. Так напуган был. Ивица Крижинас неожиданно поскользнулся и упал. Спевак. И вот здесь очень внимательно. Клеберсон. Чантафальский должен играть. Во вратаря прыгал. Ого. Плеберсон. Вы видели ногу этого 58-го номера? Ибрахим Тораман Как он колено выстрел вперед, а? Да, все-таки у Чинтофальски рост 193 сантиметра Очень трудно было Скоординироваться после этого удара Зенит будет вводить мяч в игру Надо перехватать инициативу Отдал Зенит, отдал, вот уже минут 10 Вот какой пас великолепный Спиваку И Спивак Ну, пустые ворота перекидал мяч За голову вратарю, но не получилось Не получилось Но ворота-то были пустые Мог наказать Не получилось Не повезло Денисов ведет борьбу Ох, как опасно! И главное, два защитника Зенита промахнулись сейчас Кстати, зачем пас давал? Надо было пробивать по воротам Как опасно сейчас было у ворот Зенита Ну, один остался Здесь три человека Вот здесь можно было, конечно, забивать Но вот здесь пролетали мимо мяча Да, но тут уже паника началась Устали Еще опасный удар Браво, Камил! Браво, Камил Чонтофальский! Хасан пробивал в самый угол Чонтофальский Ну, в защите как будто не хватает футболистов Еще один удар Ну, осмотритесь Осмотритесь, спокойнее Зенит, спокойнее Взять себя в руки Чонтофальский! Чонтофальский! Спокойно, спокойно Все, спокойно Да Хо-хо-хо! Вот это концовка! Ну, друзья! Я думаю, болельщики Зенита не уснут Долго еще не уснут Такое нервное окончание Главное, на табло счет, который нас устраивает Пошла последняя минута Уже добавлено у времени Один-один Один-один Бешикташ, Зенит Полный стадион В Стамбуле Зениту надо выстоять Аут Замена Зенит решил сделать замену Уходит Танюков Власов Олег Ну что ж, тактическая замена Олег Власов Тактическая, потому что она Немножко задержала время Секунд 15 И все-таки отобрал Арбитр может добавить И все же Мариш хорошо сыграл Крыжинац Подержите Подержите мяч Вот Власову надо отдать Держаков Еще атака Денисов Кордоба Шумуляковский Ворота были пустые Но не надо было отбивать Смотрите 5 5.15 уже Кордоба сам идет вперед Поможет ли это? Не надо играть Молодец Чонтофальский на месте Все, браво Браво Зенит должен Должен пройти в плей-офф Впервые в своей истории Впервые в своей истории Да, так и есть Друзья Ну что же Молодцы Молодцы Особенно вот Горшков Прежде всего Горшков Молодец Ну и вся команда И тренер Зенит Выполнил Одну из трех Своих задач Выполнил Прошел в плей-офф И в феврале Продолжит борьбу За Кубок УФА Согласитесь Что это Большое достижение Для Российской команды ЦСКА вылетел сегодня Локомотив прошел И Зенит прошел Как минимум Второе место в группе Будет у Зенита Семь набранных очков Результат Очень хороший Молодцы Зенитовцы Все как один Сегодня Дрались Отдавали все Ну у кого-то не получилось Что поделаешь В другом матче В другом матче Тот же Аршавин Был лучшим Но сегодня не получилось Но так всегда бывает На то она и команда Вы знаете Когда Один вытягивает Второй вывязает Где-то в чем-то И вот это Взаимозаменяемое Взаимоподдержка Оно в конце концов Выводит команду Вперед Вперед И Зенит идет вперед Идет посреди С прошлым сезоном Вперед в Кубке УФА